И еще о дорожных новостях расскажет Александр Смирнов. Ребенок пострадал. Еще один пассажир погиб в Верхнедвинском районе. Тойота съехала за пределы проезжей части в Кювет и несколько раз перевернулась. Двух человек, четырехлетнюю девочку, дочь водителя, а также 28-летнюю девушку с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Автомобилем управляла 30-летняя женщина, сотрудница одного из банков. Как было установлено, она была пьяна. В нарушение правил ее ребенок был не пристегнут и находился на переднем пассажирском сиденье, хотя сзади в салоне было установлено детское автокресло. Погибшая пассажирка, находившаяся на заднем сиденье, также не была пристегнута ремнями безопасности и во время ДТП выпала из автомобиля. Несколько часов врачи боролись за ее жизнь в реанимации, однако безуспешно. Зацепил, разулся и вылетел. Так в трех словах можно описать аварию в Барановичах. Volkswagen буквально вынесла со своей полосы и он едва не зацепил по ходу движения другой автомобиль. Предварительно колеса машины попали в лужу и ее занесло. Водитель потерял управление. Авто ушло влево на перерез потоку, после чего оно вылетело за пределы проезжей части и едва не врезалось в деревья. Во время заноса Volkswagen чуть не задел Mazda, в которой находилось три человека. По словам водителя немецкого седана, во время маневрирования у него разулось одно из задних колес. Неравный бой. На перекрестке улиц Богдановича и коммунистическая в Минске микроавтобус столкнулся с мотоциклистом. При этом байкер двигался по прямой в крайней правой полосе, а водитель микроавтобуса поворачивал направо из крайнего левого ряда. Ситуацию осложняло то, что на дороге как раз наносили разметку. Микроавтобус стал поворачивать и в этот момент боком столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП байкер получил черепно-мозговую травму легкой степени.